Дрон ударил по небоскребу. Горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. А российские пропагандисты радуются приходу ВСУ в Курск. Это новости на Ходорковский лайф. Мы сейчас расскажем все самое важное к этой минуте. Беспилотники атаковали жилые дома в Саратовской области. Сегодня утром Саратов и Энгельс оказались под ударами. Били дронами самолетного типа. В столице региона беспилотник влетел в жилой дом. Еще один сбитый дрон попал в крышу дома в Энгельсе. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что есть пострадавшие и в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. По информации Министерства обороны России, регион атаковало 9 беспилотников. В Саратове дрон врезался в 37-этажный жилой комплекс «Волга-Скай» на предмостовой площади. Его называют самым высоким зданием по Волжье. Его высота почти 130 метров. В городе Энгельс дрон повредил крышу многоэтажного дома на улице Пушкина. Украинская сторона атаки не комментировала. Украина также подверглась сегодня массированным ударам. Самым мощным с начала полномасштабного вторжения. В общей сложности пострадало 15 областей. Это кадры из Луцка. В жилой дом врезался беспилотник «Шахет», запущенный российскими военными. Есть погибшие. Также известно о погибших в Одессе, Днепре и Запорожской области. Ранен минимум 21 человек. В Киеве, где прозвучало около 10 взрывов, люди во время воздушной тревоги спустились в метро. Основной целью атаки была энергетическая инфраструктура, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Удары по ее объектам зафиксировали в 12 областях страны. Центр Житомира и правообережные районы Киева остались без воды, многие населенные пункта – без света. В Сумской области получил повреждение объект железной дороги. Но самый серьезный удар российские военные нанесли по Киевской ГЭС. Предварительно повреждена дамба Киевского водохранилища. По информации УНИАН, были повреждены проезжая часть дамбы и, возможно, машинный зал станции. Проезд по дамбе закрывали в обе стороны. ВСУ, в свою очередь, продолжает операцию в Курской области. И, по мнению российских пропагандистов, вторжение украинских военных в регион носит позитивный характер, потому что закрывает возможность для мирных переговоров. Об этом на Первом канале заявил ведущий программы «Однако» и по совместительству пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. «Однако, здравствуйте! Есть одна безусловная польза от Курской вылазки Украрейха. Вся эта крысиная возня вокруг переговоров, каких-то сделках, разменах накрывается надолго, если не навсегда». Свидетельством тому предельно хамская нота, которую взял Зеленский в своем обращении на День незалежности. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет тысячу квадратных метров. Источник ТАСС в оперативных службах отметил, что причиной пожара не стало внешнее вмешательство. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в нескольких районах города. Отмечу, что «Газпромнефть» Омский НПЗ позиционируется как один из самых современных НПЗ в России и один из крупнейших в мире. Установленная мощность завода – 20 миллион тонн нефти в год. Суд во Франции продлил на 48 часов задержание под стражей основателя «Телеграм» Павла Дурова. По французским законам, это половина возможного срока до того, как ему предъявят обвинение. Впервые президент Макрон высказался по поводу задержания Дурова. Он сказал, что этот арест не является политическим. Напомню, бизнесмена задержали в парижском аэропорту «Ле-Бурже» в субботу вечером. И до сих пор ни слова от официальных представителей Франции. Российские чиновники и депутаты тем временем назвали закономерным задержание Дурова. От россиян власти не ждут значимой реакции на произошедшее, рассказали источники издания «Верстка». Описывая свое отношение к проблемам Дурова, опрошенные представители власти нередко ссылались на пост зампреда совбеза Дмитрия Медведева, в котором он заявил, что у российских властей и Дурова теперь, цитата, «общие враги». Вот что сказал источник издания, цитирую. «Вот же вам бывший президент все объяснил простыми словами. Человек, отказавшийся сотрудничать с ФСБ, не патриот и не может быть героем. Поэтому и мы ничего не делаем, чтобы из него какой-то образ лепить». Конец цитаты. В Кремле тем временем заявили, что не в курсе, в чем обвиняют Павла Дурова. Об этом сообщил журналистом Дмитрий Песков. А еще Песков заявил, что Путин и Дуров не встречались в Баку. Напомню, что ранее в телеграм-каналах появилась информация, что основатель телеграм якобы хотел поговорить с Путиным, пока тот находился с визитом в Азербайджане. В Москве задержан экс-замминистра энергетики Петр Бабылев. Сейчас он занимает пост главы Департамента развития угольной промышленности Минэнерго. Телеграм-канал Шот пишет, что накануне Бабылев напал на 33-летнего курьера сети «Ламода». Чиновник начал кричать на курьера из-за выключенных фар машины, а затем бросил в него бутылку. Осколки разбившейся бутылки ранили курьера. Позже Бабылева забрали в полицию. Вопиющий случай судебной расправы над ребенком в Хабаровском крае. 15-летнего подростка Валерия Зайцева приговорили к 4,5 годам заключения в воспитательной колонии. Его обвинили в терроризме. Дело школьника рассматривалось в закрытом режиме. Он частично признал вину. Задержали Валерия в прошлом октябре в поселке Солнечный Хабаровского края. Силовики схватили его в туберкулезном диспансере, где он лечился. Обвинения в терроризме против девятиклассника строились на показаниях засекреченного свидетеля, который, как утверждается, снял на видео, как Валерий с друзьями бросает бутылки с зажигательной смесью в заброшенное здание. Следствие считает, что он, цитата, пропагандировал идеологию украинского Азова, а также искал инструкции, как работать со взрывчаткой. Бабушка Зайцева уверена, что дело сфабриковал провокатор из ФСБ, а преследуют его за антивоенные взгляды. И скандал в системе образования. В России фиксируются массовые отказы школьникам в переходе в 10 класс. Родители жалуются, что их детей выдавливают в колледже. По данным газеты «Коммерсант», с этим столкнулись родители в Москве, а также в других регионах, в том числе в Челябинской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае. Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова сообщила, что только к ним за помощью обратились около 50 человек. По ее данным, родителям учеников, которые не брали в 10 классы, руководство школы настойчиво предлагало отдавать детей в колледже. В ряде случаев добиться зачисления в старшие классы родителям удалось после обращения в генпрокуратуру. Кроме того, у сложившейся ситуации генпрокуратура проинформировала министра просвещения Сергея Кравцова. Таганрог атаковали полчища зеленых комаров. Насекомые буквально повсюду. Они облепили окна и стены зданий. Эксперты говорят, что это комары-звонцы. Прямой угрозы для человека они не представляют. Однако местные жители жалуются, что невозможно находиться на улице. Известно, что на рост численности этих комаров повлияли мягкие зимы последних лет, высокие температуры летом и ветер со стороны Таганрогского залива. Это все новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши выпуски, в том числе и в аудиоформате, чтобы вам было удобнее. В студии для вас работал Кирилл Седов. Увидимся. Пока.